Ну а если ты любишь смотреть видосики на ютубе, тогда обязательно ставь лайк за 3 секунды, считаю, раз, два, три. Привет всем, меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в крутую игрушку под названием Animal Transform Rush. Ребят, у нас имеется вот такая вот повозка, на которой сидит паренек, он хлопает в ладошки, а впереди это что, петухи какие-то, да? Ну да и ладно, ребятушки, давайте тогда будем, в принципе, начинать, и петушки поедают пшеничку. Ладно, давайте мы тогда съедим эту пшеничку, какая она вкусная, ребятки, очень вкусная. Умножаем это все на 2. Чего, блин? Наши петушки превратились, ребят, посмотрите, в кого они превратились, в оленей, а олени превратились в песиков. Ребят, что это за игра? Непонятно, пока что еще не понимаю, ребятки. Дальше псы превратились... Это что, это бык? Серьезно? Так, и бык уже ни в кого не превратился, хотя нет, бык превратился в огромного быка. И, ребятки, он уничтожил, смотрите, смотрите, он нашего противника просто уничтожил сам. Честно сказать, я вообще даже по экрану ни разу не нажал. Второй раунд, друзья, и тут у нас уже какие-то песики, которые отдыхают. Мне теперь начинает уже, наверное, становиться понятно, что здесь нужно делать. Проходим через максимальные врата, конечно же, и поедаем все вот эти вот прикольчики, которые здесь есть. Так, у нас снова бык, да. Но я думаю, что это, ребятушки, не все, что здесь может быть. Опа, 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 горилка. Да, маленькие такие вот, ну, точнее, громадные такие вот обезьяны. Это, кстати, что-то новое. Я думаю, что здесь будет очень много новых животных. Ну, по крайней мере, когда я скачивал эту игрушечку, на картинках было очень много животных. Вот смотрите, сейчас вообще слон какой-то. Слон должен пробить вот эти вот каменные стены. Ну, что для слона, ребятки, пробить каменную стену? Ну, вообще ни о чем, да, то есть на изи. Так, х2. И у нас 2620, ребятки, энергии против 500. Ну, естественно, что мы здесь просто на изи побеждаем. Дракона. Хотя, если бы где-то можно было протестить силу слона и силу дракона, я думаю, что дракон, конечно, бы по всем параметрам, ребятки, обошел бы слона. И даже в прямом столкновении. Так, давайте-ка, плюс 500. У нас пока что горилка. Сейчас, наверное, будет, ребятки, снова слон. Да? Ну, я это понял по вот этим вот вратам. А сейчас, по идее, снова должна быть горилла. Хотя нет, ничего не поменялось. Ой, мясо, ребят. Что-то сейчас будет. А ну-ка, давайте-ка посмотрим. Вау! Динозавры! Ребят, здесь, оказывается, помимо животных, есть еще и динозавры. Круто! Вот, еще и такие красненькие динозаврики есть. Вот именно их, ребятки, я видел на картинках. Да-да-да. Именно вот этих вот красных. Поэтому у меня была догадка, ребят, что здесь, помимо животных, еще есть динозавры. Но я это вам пока что не озвучивал. Я думал уже, вот, знаете, убедиться на 100% то, что они здесь есть. А потом уже комментировать. Так, смотрите, закидываем нашу Годзиллу на Х7. Ребятки, мы здесь не зарабатываем денег. Вот, хочу вам сказать, что вот такие игры мне, ну, мягко говоря, не очень сильно нравятся. Но данная игра реально прикольная. Я не люблю те игры, где мы не зарабатываем денежки. Потому что за денежки, ребят, обязательно мы что-то прокачиваем, что-то новое покупаем. Но здесь игра крута, крута тем, что, ребят, здесь постоянно какие-то новые животные, либо же динозавры. Вот как вот сейчас появился какой-то новый динозавр. Хотя мы с вами уже, ну, наверное, прошли. Я не знаю, может быть, кто-то, ребят, считает. Но мне кажется, что это уже, наверное, миссия шестая. Ребят, смотрите, снова новый динозавр. Это же эти... Сейчас я вспомню. По-моему, Брантозавр, да? Да, это динозавр с очень долиной шеей. Мне кажется, что это именно он, который сейчас будет сражаться с громадным бегемотом. Ну, бегемот, у тебя 500 здоровья. Ребят, мы его на изи, в принципе, сокрушили. Да, без проблем мы это сделали. Хорошо, что сейчас... Так, сейчас мы начинаем миссию с вот этих вот динозавриков. Ребятки, я уверен, что здесь будет очень много еще чего-то нового. Поэтому давайте-ка мы не будем просто тянуть и просто будем проходить миссии. Так, смотрите, 9000. 9000 у нас энергии. Делительно 2, либо минус 2000. Ну, конечно же, минус 2000. Так, мясо, ребятки. Сейчас, наверное, будет какой-то мясной динозаврик. Так, ооо, снова новый динозавр, ребят. И я, кажется, знаю, как его зовут. Если я не ошибаюсь, это у нас... Стигозавр, ребят. Да, это был Стигозавр. А сейчас, ребятки, снова новый динозаврик. Ну, это понятно, ребятки. Это тираннозавр, наверное. Либо же, как его все называют, Тирекс. Да, вот такой вот тоже замечательный парниша. Тирексик. Так, кусаем, кусаем нашего противника. И, конечно же, мы его, ребятки, побеждаем. Да-да-да. Забрасываем его прямо на максимальный Х. Ну, практически на максимальный Х, на Х9. Интересно, а каких же мы новеньких существ, либо новых животных, увидим, ребятки, в этой вот серии? Как вы думаете? Я думаю, что, в принципе, их будет два новых, два новых животных. Ну, один как минимум. Так, ну, пока что, ребятки, новых нету. Ну, после каждого прохождения врат, животные меняются. Вот смотрите, что я вам говорил, ребят. Смотрите, новое животное. Это у нас лев. Кстати, по знаку зодиака, ребятки, я тоже лев. Вы можете написать свой знак зодиака. Кто вы? Кто вы по знаку зодиака? Так, ребят, смотрите, носорог. Я говорил, что как минимум два будет новых, там, персонажа. Да, вот, пожалуйста. Лев и носорог. И есть вероятность, что, наверное, будет еще и третий. Хотя, наверное, вряд ли, ребятки, вряд ли. Капец, мы уже с вами прошли, наверное, столько миссий. А здесь еще появляются новые животные. Нет, все-таки, ребят, беру свои слова обратно. Насчет вот таких вот игр. Иногда они реально крутые. Вот как в этот раз. Эта игра мне очень сильно зашла. Так, ну что, мы начинаем со льва. Ребят, и у меня такая чуйка, что здесь поменяется один животный. Один животный новый будет. Ну, вот тогда было два, а сейчас один. Посмотрим, был я, буду я прав или нет. Так, пока что все старое. Пока что никто не меняется. Ну, ничего, ребят, тут еще вот двое врат есть. Так, мясо. Ну-ка, давайте-ка на какого-то мясоеда. Зебра. Ребят, зебра. Странно, после льва появилась зебра. Да, как-то логики здесь нет никакой. И зебра поедает мясо. Очень странно. Ребят, нет. Все-таки, все-таки здесь тоже два новых перца появилось. Да, это у нас зебра и вот такая вот... Так, это корова. Да, ребят, это реально корова. Потому что бык уже здесь был, а коровы еще не было. Ну, тут, в принципе, можно понять, что это корова, ребят. Не знаю, кто был в деревне, тот, в принципе, поймет. Так, хорошо, закидываем на х10. Но зато, ребятки, это у нас максимальный х, представляете? Так, и мы начинаем прям нашу миссию с зебры. Как думаете, сколько здесь будет новых персонажей? Че, снова два? Наверное, снова два, ребятки, будет здесь. Посмотрим. Я уже даже не, ну, не знаю, даже не предполагаю. Сколько будет, столько будет. Так, минус 300. Нам главное, чтобы у нас энергии было больше 500. Серьезно? Хрюшки? Ребят, это хрюшки. Я не понимаю логику превращения этих животных, ребят. Вот серьезно, просто не понимаю. После львов превращаются, появляются зебры какие-то. Смотрите, после хрюшки появляются козы. Ребят, ну, это просто капец какой-то. Серьезно, капец. Ничего, сейчас эта коза будет сражаться с этим вот оборотнем. Вы издеваетесь? Ну, конечно, это же будет, наверное, самая громадная коза в мире. Поэтому она, конечно же, одолеет, ребятки, этого оборотня, мне кажется. Так, бам-бам-бам. Все, оборотень улетел куда-то очень далеко и надолго. Ребятушки, я думаю, что, в принципе, на этом свой ролик я буду заканчивать. Кому он понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики. Не забывайте жмякать на колокольчики. Ну, а с вами был я, Алексус. Я желаю вам всего самого наилучшего и до скорой встречи.